Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о такой единице языка, как текст. Также мы будем говорить о типах и стилях речи, о том, как речь воплощается через текст в определенных жанровых формах. Все эти термины взаимосвязаны. Начнем мы с понимания того, что такое текст. На прошлых занятиях мы уже разбирали синтаксис и говорили о такой единице, как предложение. Естественно, предложения в речи связаны в тексте. И вот это само слово «связанность» определяет один из важнейших признаков текста. В тексте должно быть композиционное единство всех его частей. Причем частями текста могут быть не только просто предложения, но и какие-то его структурные элементы. В тексте могут быть плавы, подзаголовки, микротемы, абзацы, межфразовые единства. И все эти структурные элементы текста должны быть взаимосвязаны. Собственно, само слово «текст» происходит от латинского «textus», который обозначает «ткань». Вы можете представить себе, как отдельные нити соединяются в ткани в единое целое. Точно так же смыслы соединяются в тексте в единое целое. И на их пересечении и рождается плоскость текста, его пространство. При этом это пространство текста достаточно сложно устроено, даже если сам текст будет примитивным. А если текст художественный и в нем имеются сложные подтексты, сложные взаимоотношения с другими текстами, то тогда он представляет особый интерес для анализа. И нередко, в том числе на Олимпиадах, вам предлагают выполнить анализ текста, именно художественного, для того, чтобы понять какие-то скрытые смыслы, подтексты, увидеть, как расставляет оценку, акценты какие-то автор в своем художественном произведении. Итак, мы сказали о композиционном единстве частей текста, о композиционной цельности, как об одном из основных признаков текста. Следующий признак текста это связность, то есть композиционное единство и связь между элементами должна прослеживаться. Поэтому связь может быть последовательной, а может быть параллельной. При последовательной связи у вас каждый последующий элемент текста, допустим, предложение связывается с предыдущим, а при параллельной связи у вас все последующие элементы текста восходят к началу, допустим, к вступлению, в котором будут рассказаны основные вещи, о которых будет идти речь дальше. При этом, конечно же, текст должен быть завершенным, то есть завершенность текста важнейшее его свойство. То есть, как мы говорим, что предложение несет какую-то законченную мысль, текст несет, раскрывает какую-то тему, раскрывает в полноте и до конца. Поэтому тема, тоже наличие темы, одно из важных свойств текста. И в конце концов, наличие темы, раскрытие темы, придает достижение единства композиционных частей текста, его связанность, цельность, все это приводит к тому, что любой текст должен быть информативным. То есть, он должен содержать в себе какую-то информацию, которую можно извлечь, можно получить, если этот текст прочитать, проанализировать. Причем этот анализ может быть достаточно поверхностным, но информация все равно до слушателя, до адресата должна дойти. Итак, давайте подумаем, как же информация через текст продается. И тогда что можно назвать текстом? Если мы возьмем какое-нибудь большое художественное произведение, роман «Война и мир» Ивана Николаевича Толстого. В этом романе у нас можно его назвать одним текстом? Да, при этом в нем достаточно сложная архитектоника, то есть сложная структура его элементов. Архитектоника в данном случае проявляется в том, что в этом романе есть тома, на которые он разделен, есть главы, в которых раскрывается какое-то содержание каких-то частей. Внутри этих глав могут быть представлены письма, диалоги, монологи, авторские размышления. Переплетаются друг с другом разные типы речи. И мы сейчас попробуем понять, как это все работает. А теперь представим себе стихотворение Плюсова «Опреклой свои бледные ноги». Это монастих, одна строчка, одно предложение. Является ли это текстом? Вопрос кажется даже странным. Если мы говорим о композиционном единстве частей, то какие же тут части, если это одно предложение? Но тем не менее, и в этой ситуации это тоже является текстом. Потому что мы все-таки обнаруживаем и цельность, и связность, и информативность. Потому что мы можем заниматься анализом этого текста. Можем попытаться понять, как он работает в том контексте, в котором он был создан. Можем узнать об истории создания этого монастиха. И если мы проанализируем его, то мы увидим, что да, это тоже текст. Более того, текстом может быть высказывание из одного слова. Допустим, мы можем взять слово Казьмы Притву Крова. Это литературная маска нескольких писателей XIX века. Бди. Восклицательное предложение. Одно слово, еще и являющееся, по сути, казеонализмом, таким индивидуально-авторским словом. И что мы видим в этом предложении? Бди. Текст ли это? Ну, на самом деле, да. Опять же, это законченное речевое произведение. В определенной форме. Да? В том случае, мы можем понять, где, как, при каких условиях. Вообще-то, если вы захотите узнать историю создания афоризма Казьмы Круткова, то вы узнаете об этой литературной, комичной такой литературной маске писателей XIX века. И действительно увидите, что этот юмор мог проявляться в том числе и в таких парадоксальных жанровых формах. И вот мы видим, что даже это отдельное предложение тоже обладает цельностью, связностью, завершенностью, да и даже информативностью. Потому что, по сути, это все равно является художественным произведением, которое можно интерпретировать, да, которое поддается анализу текста, да, лингвистическому в том числе анализу текста. Получается, что текст может состоять из одного слова, а некоторые слова какие-нибудь, междометия, междометия О, вообще может состоять из одного звука. И вот, тем не менее, мы видим, что речь реализовала себя на всех уровнях языка. И морфемном, и фанатическом, и лексическом, и синтаксическом. И в конце концов, мы видим, что все это выливается в единый текст. Мы, когда говорили о Львине Николаевичу Толстом, говорили, что в тексте переплетаются различные типы речи. Давайте подумаем о том, что такое вообще типы речи. На самом деле, когда вы что-либо говорите, вы можете либо описывать, рассказывать о событиях, либо описывать то, что находится внутри помещения, тогда это будет интерьер. Не в помещении, тогда это будет пейзаж. Можете описать экстерьер, то есть внешний вид какого-то здания. Можете сделать портрет. То есть портрет речевой, я имею ввиду, какого-то человека, животного. То есть вы можете просто описать, да, какое-либо существо. И вот получается, что вы таким образом можете либо описать события, рассказать о событиях, либо описать какое-то существо, либо описать пейзаж, либо описать интерьер, либо экстерьер какого-то здания. Но при этом вы еще и можете начать размышлять и высказывать свои суждения по поводу того или иного предположения, размышления о прошлом, настоящем, будущем. Вот поскольку мы только эти вещи и можем, в общем-то, реализовать в нашей речи, у нас существует следующий тип речи. Повествование, которое представляет собой как раз описание каких-либо событий, да, рассказ о каких-то событиях. Причем мы говорим о том, что глаголы играют важную роль в повествовании, но часто люди начинают путаться и думают, что если есть в тексте глаголы, то это значит точно это повествование. Это не совсем верно. Сейчас мы попробуем сравнить некоторые примеры текстов и подумать, где здесь повествование, где описание, где рассуждение, да. Описание. Это как раз если вы сталкиваетесь или сами говорите, представляя какой-то пейзаж, интерьер, экстерьер, портрет. И, возможно, можете описывать какую-то вещь, опять же, можете даже описывать погоду. И в таком случае это все равно будет описание. Что значит описывать погоду и такое-то описание? Ну, то есть представьте себе, что вы описываете лук, да, лук у реки. И вот вы говорите, что река искрилась на солнце, птицы ласково пели, ветер легко качал верхушки деревьев. И вы думаете, ну, смотрите, река искрится на солнце, птицы ласково поют, а ветер качает верхушки деревьев. Кажется, что это повествование, потому что здесь же есть глаголы, да, здесь же есть действия. Но на самом деле, если вы подумаете о жанровой форме того, речевого произведения, которое вы создаете, то оно становится пейзажем у вас, да. То есть такое-то, что они будут логики речи. То есть это у нас пейзаж, и поскольку мы понимаем, что это пейзаж, то более, то это становится, то это является даже описанием. Вы, иными словами, можете вот эту картину сфотографировать. Если вы говорите даже о запахах или вкусах, да, если вы говорите о звуках, которые вы слышите, то нередко они являются частью именно описания, а не обоих словах. Если же речь идет о конкретных событиях, да, не просто птицы пели, и ветер качал верхушки деревьев, а если, допустим, дунул, да, там, порыв ветра, то есть случился порыв ветра, дерево, когда ветка сломалась на дереве, и птица испуганно взлетела с земли, вот тогда это будут события. Порыв ветра, ветка упала, птица взлетела. Для того, чтобы попытаться это запечатлеть, так, каким-то образом, вам уже мама будет включить фотокамеру. Вам нужно такую картину снимать на видео, и только тогда вы все это сможете показать, что и порыв ветра произошел, и он ветку сломал, и она упала, и напугала птицу, и птица взлетела. Вот так, при помощи приема фотографирования, мы можем понять, чем отличается повествование от описаний. А что же рассуждение? То есть представьте, если вы при этом будете говорить, я думаю, что нам нужно поскорее добраться домой, чтобы нас не застала гроза. Вот вы увидели, вы представьте, вначале описываете такую картину, что у вас идиллическая там река искрится на солнце. Но вдруг, да, порыв ветра так сильно качнул дерево, что на нем сломалась ветка. Она упала на землю, и птица испуганно взлетела. Потом вы говорите о том, что на вас надвигаются тучи, и говорите, что я думаю, что нам нужно собраться, поскорее добраться домой, пока не началась гроза. Вот это последнее предложение является уже рассуждением. Потому что это ваши собственные мысли о том, что происходит. И для того, чтобы вот это запечатлеть в каком-нибудь ролике, видеоролике, в каком-нибудь визуальном произведении, вам понадобится либо закадровый голос, либо какое-нибудь пояснение текстовое, одно из двух. То есть вы не сможете обойтись ни фотографией, ни просто видеорядом, для того, чтобы вот эту вашу мысль, что нужно побыстрее добраться домой, чтобы вас не застала гроза, передать. То есть вы либо должны это прокомментировать закадровым голосом, либо, допустим, должны это какими-нибудь там субтитрами, где-нибудь, бумажечкой какой-нибудь сопроводить. Вот эту вот фразу, чтобы человек это воспринимал, где бы он это ни воспринимал, да, это смог понять. Это и есть прием фотографирования. На самом деле, когда говорят о повествовании и описании рассуждений, обычно людям, детям из младших классов пытаются объяснить разницу между повествованием и описанием рассуждением через этот прием. Но он достаточно удобен, и поэтому его удачно применять, вне зависимости от того, где вы встретите такую необходимость. То есть просто на занятиях в школе, на олимпиадных заданиях, если вдруг где-то необходимо понять, что и как, как переплетаются различные типы речи в тексте. Это вдруг вам поможет установить что-то для анализа текста. Либо на экзаменах, где тоже встречаются задания, связанные с определением повествования и описания рассуждений, то есть с определением различных типов речи. На самом деле, даже исходя из того, какие примеры текстов, я вам сейчас привожу, можно заметить, что типы речи, редко когда мы встречаем типы речи, какие-то, вернее, тексты, в которых реализован только один тип речи. А уж тем более, если мы говорим о художественных текстах, в них обыкновенно переплетаются различные типы речи, и мы все время встречаем повествования с элементами описания, рассуждения на основе каких-то событий, а значит, это будет рассуждение с элементами повествования, описание, в которое вклиниваются какие-то ваши собственные мысли, поэтому это будет описание с элементом рассуждения. Постоянно чередуется автор, вообще, строение текста, но в этом случае становится неоднородным с точки зрения типов речи, и мы видим, как различные типы речи соединяются вот как раз в единое целое, образуя эту самую непрерывную ткань текста, выражая авторскую мысль, раскрывая тему со всей полнотой, но с использованием всех типов речи, элементов типов речи, и поэтому мы крайне редко можем сказать, что весь текст представляет собой описание, или весь текст представляет собой рассуждение или повествование, хотя с рассуждениями, наверное, даже встречаемся чаще, потому что публицистическая речь нередко представляет собой рассуждение, если это не репортаж, кстати говоря, где обычно повествование о событиях, Да, рассуждение представляет собой нередко какой-нибудь анализ как раз художественных произведений. Если взять ваше сочинение, рассуждение на уроках литературы, то в большинстве ситуаций, если вы, конечно, не пытаетесь просто брать и пересказывать исходный текст, да, это, в общем-то, не очень хорошо так делать в сочинении, просто брать и пересказывать тот текст, который вы прочли, о котором вы сейчас пишете. То в таком случае вы тоже должны рассуждать. А вот если вы просто перескажете события художественного произведения, то это будет, естественно, повествованием. И сочинением рассуждения уже считаться перестанет. А значит, если вдруг учитель вам снизит оценку за подобное рассуждение, он будет совершенно, рассуждение в кавычку, если надо сказать, он будет совершенно прав. Итак, речь реализуется в текст через определенные типы речи и, естественно, выливается в какие-то жанровые формы. Эти жанровые формы, они зависят от очень разных вещей. В общем, давайте для начала мы поговорим вообще о том, какая бывает речь по своей сути. Всегда мы сталкиваемся с тем, что речь бывает у нас, в зависимости от того, сколько человек разбирает, диалогической, да, или монологической. Вот сейчас я записываю эту видео-лекцию, и передо мной нет никого, кроме камеры. И в итоге это получается монолог, то есть речь одного человека. Если бы вы находились передо мной в аудитории, и мы бы с вами общались, да, и вы бы могли задавать вопросы, а я на них отвечаю, и я бы мог вам задавать вопросы, не просто предполагая ваши ответы, как сейчас я это иногда делаю, а вживую общаясь с вами, то в такой ситуации это была бы монологическая речь, да, то есть множество участников общения. Но речь бывает разной и с точки зрения того, как она существует. Речь может быть устной и письменной, то есть если она графически закреплена, то это письменная речь. А если она слышится нами и произносится, то в таком случае это устная речь. Здесь есть любопытная вещь, да, вот мы сейчас перейдем с вами к стилистике, и как раз когда будем говорить о разговорной речи, одним из свойств разговорной речи является ее преобладание разговорной речи, для разговорной речи именно устной формы. В то время как книжные стили существуют в устной и письменной формах. И мы попробуем с вами разобраться, так ли это на самом деле и сегодня, если рассмотреть реальные речевые практики людей. Давайте запомним это, да, монологическая и теологическая речь, устная и письменная. Вот запомним разделение на устную и письменную речь, я думаю, что для всех она у вас очевидная. И попробуем, когда будем говорить о стилистике, вернуться к этому разделению. Итак, речь реализуется в текстах через типы речи в определенных жанровых формах, в определенных коммуникативных ситуациях. То есть мы общаемся в каких-то ситуациях, где есть адресат, адресант, возможно еще какие-то слушатели, время, условия общения. Общение может быть более формализованным, то есть к ним какие-то требования предъявлены, да, к этому общению. Менее формализованным, то есть мы находимся в какой-то непринужденной обстановке. И требования к общению, к тем речевым средствам, которые мы используем, у нас будут не такие высокие и строгие, как если бы вы, допустим, отвечали на уроки в школе или общались с друзьями уже после школы, да. Так вот, в зависимости от того, в какой коммуникативной ситуации мы разговариваем, мы используем разные языковые средства. И эти языковые средства в итоге и образуют признаки определенных функциональных стилей. Их называют функциональными, потому что они используются в определенных коммуникативных ситуациях, в общем-то, выполняя вот эту функцию речи, да. Давайте посмотрим, как же они разделяются. Можно, конечно, просто их перечислить, да, и сказать, что есть научный, художественный, официально-деловой, публицистический и разговорный стиль речи. Но верным будет вначале разделить все-таки стиль речи на два противопоставленных друг другу понятия. Это разговорная речь и книжный стиль речи. То есть, есть разговорный стиль, который противопоставлен всем остальным. И все остальные являются книжными. Попробуем объяснить, как это работает. Разговорный стиль, он как раз используется в неформальной обстановке. В нем проявляется непринужденность, причем на всех языковых уровнях. У нас здесь за разговорным стилем, в разговорном стиле используется, например, упрощенный синтаксис. Мы стараемся не использовать дипричастные, причастные обороты, какие-то сложные конструкции присоединительные. То есть, на самом деле, в разговорной речи мы часто используем неполные предложения. То есть, допустим, принеси сумку, где на столе. Мы не говорим, принеси, пожалуйста, мы говорим, принеси сумку, которая лежит на столе. То есть, вот, почему бы не использовали принеси, и уж тем более, принеси сумку, лежащую на столе. То есть, вот ты вот, принеси сумку, где она лежит. Сумку, лежащую на столе. Очень сложно себе представить такой диалог в бытовой речи. Мы опускаем все эти причастные обороты. Более того, мы даже упрощаем предложение настолько, что мы и подлежащие, и сказуемое выбрасываем из речи, если они восстанавливаются из контекста. То есть, принеси сумку, где на столе. Должно быть, где она лежит. Она лежит на столе. Но у нас нет подлежащего сказуемого. Мы их просто опустили. И функцию сказуемого здесь берет на себя на столе, а само предложение становится неполным. То есть, выходит действительно, что мы таким образом замечаем определенные черты разговорного стиля, которые противопоставляют его другим стилям, книжным стилям речи. В разговорном стиле используется лексика. Ее называют разговорной, сниженной иногда лексикой. При этом, далеко не всегда, эта лексика оценочная на самом деле. То есть, нам кажется, что очень много слов оценочной лексики. Вот, смотрите, пример можно назвать, допустим, книжка и книга. Книга — это нейтральное слово. Его нельзя назвать книжным. Он нейтральный с точки зрения стилистической направленности. А книжка — это слово, оно разговорное. При этом в слове книжка, да, есть все-таки какой-то оттенок значения, снижающий, да, наше отношение к тому, о чем мы говорим. В общем-то, если вы уважаете какую-то книгу, вряд ли скажете «книжка Толстого». То есть, все-таки, я думаю, скажете, что книга Льва Николаевича Толстого, если вы с уважением относитесь к этому труду. Хотя, казалось бы, ну что такого сказать слово «книжка»? Нам оно не кажется каким-то таким уж негативным. Но в определенных контекстах вдруг выясняется все-таки наличие сниженных «сем», да, то есть элементов значения в этом слове, которое вносится в том числе диминутивом, то есть тем самым суффиксом уменьшительно-воскательным, да? Итак, каким же, то есть разговорные слова, они тоже являются одной из важных на лексическом уровне черт разговорного стиля. Попробуем понять, как они противопоставлены к книгам, как вообще разговорный стиль противопоставлен к книжным стилям. Книжные, тут важно отметить, что это не значит, что они используются, этот стиль только в книгах. Нет, допустим, сейчас я с вами тоже стараюсь говорить, по крайней мере стараюсь говорить именно в рамках книжного стиля речи, да? Он у меня научно-публицистический смеси стилей научного и публицистического. С одной стороны, я использую термины, с другой стороны, рассуждаю, общаюсь с публикой, пытаюсь донести до вас какую-то информацию, и в итоге вот преподавательская речь, она действительно в большинстве ситуаций, устная преподавательская речь будет научно-публицистической по своей стилистике. И тут мы уже тоже видим, что стили объединяются. Но при этом мы с вами находимся ни в какой не в книге. Вы можете, конечно, прочесть методические рекомендации к этому занятию и прочитать, там будет выдержанный научный стиль, да, он будет более выдержан по сравнению с тем, как общаюсь сейчас с вами я, и увидеть как раз различия. И это будет письменная речь, у меня сейчас устная речь. Тем не менее, это еще не значит, что мы используем книжные речи, книжные стили речи только в письменной форме. Книжные стили речи могут реализовываться и устно. Вопрос весь в том, насколько они формализованы, да, эти коммуникативные ситуации, в которых используется книжные стили речи. У нас сейчас ситуация формализованного общения. Это значит, что я, как преподаватель и человек, который записывает для вас видеолекцию, нахожусь в определенной роли, могу с вами говорить только на определенные темы, выдерживая только определенные правила речевого этикета, достаточно строгие на самом деле, как ни странно, и при этом мы можем коммуницировать в рамках этой ситуации, да, по заданным, как таким вот, правилам игры. И это и обозначает, что это общение формализованное. При этом вы можете, допустим, написать заявление, да, или ваши родители могут написать заявление для того, чтобы вы, допустим, были переведены в другую школу. Или, например, для того, чтобы вы приняли участие в какой-то олимпиаде, да. И это будет официально дивовой текст, текст этого заявления. И он тоже строго формализованный. Вы не можете начинать спрашивать, допустим, как дела у того человека, на имя которого вы пишете заявление. То есть, тема вашего общения, а это тоже общение, вы уже что-то кому-то сообщаете, когда вы пишете заявление, например, да, для участия в олимпиаде. Но, тем не менее, получается, что это общение еще более формализованное, потому что оно официальное, да, официально дивовое. Научное общение предполагает использование терминов, предполагает точность, доказательность, аргументированность. И это все будут черты научного стиля речи. Если вы возьмете, допустим, публицистическую речь, то это именно общение с какой-то публикой, да, и всегда есть тоже какие-то коммуникативные роли. Тот, кто, собственно, общается с публикой, публика, который воспринимает эту информацию, определенные задачи будут, задача здесь в данном случае донести информацию, и нередко сформировать какое-то мнение, какую-то оценку у публики, для того, чтобы она смогла вас понять, смогла вам поверить, довериться. Поэтому поступление политиков каких-нибудь, телеведущих, да хоть видеоблогеров на самом деле, нередко будет у нас находиться в рамках публицистической речи. Ну и, конечно же, публицистический стиль речи – это язык СМИ, средств массовой информации, язык рекламы. Хотя вы можете вспомнить какие-то средства массовой информации и рекламы, в которых, ну, кажется, выходят даже за рамки литературного русского языка те речевые произведения, которые у них получаются. Что же это может обозначать, да? А это может обозначать, что публицистическая речь на самом деле максимально открыта для других стилистических заимствований. То есть она максимально открыта для того, чтобы в ней использовать элементы разговорной речи, элементы научной речи. Если, допустим, какая-то научно-популярная литература, статья, может быть, журналистка в каком-то научном открытии, репортаж с какого-то научного события, то вы действительно здесь увидите заимствование, да, из другого стиля, из научного в данном случае. И какие-то элементы художественного стиля, о которых мы сейчас тоже поговорим, могут быть использованы в публицистической речи. То есть какие-то образные выражения, какие-то тропы, метафоры, олицетворения. Это все возможно. Публицистическая речь для того, чтобы эффективнее донести информацию, чтобы сделать ее более эмоциональной и яркой. Вот поэтому публицистическая речь действительно открыта для того, чтобы сочетать в себе черты самых разных стилей. И художественная речь. Художественная речь, вообще художественный стиль речи иногда не выделяют, по той причине, что его часто путают с языком художественной литературы. И в целом, давайте пробуем понять, да, чем отличается художественный стиль речи от языка художественной литературы. Язык художественной литературы может включать в себя все, что угодно. Любые стили речи, любые типы речи, Любые языковые средства, какие решит автор использовать в своем тексте. То есть, если автор, допустим, использует в своей речи научный стиль, ну вот, например, вы читаете «Собачье сердце» Михаила Булгакова, и в одном из элементов, в одном из эпизодов произведения есть записки доктора Барментали о том, как проводится, собственно, медицинский опыт, медицинская операция. И там используются элементы научного стиля речи. А в произведении «Дубровский» есть заседание суда. И там используется официальный деловой стиль речи XIX века, да, Александр Сергеевич Пушкин, Дубровский. То есть, получается, что вы видите, как путут заимствования официального делового стиля в языке художественной литературы, там научный стиль, а, допустим, каменный цветок божова написан на уральском диалекте. И это вообще находится за рамками литературного языка. Ведь это же диалект. То есть, получается, мы тут ведем речь даже не о том, что подчиняется какой-то стилистической дифференциации, да, потому что в диалекте нет разных стилей речи. Но, тем не менее, мы имеем дело с художественной литературой. Значит, это что каменный цветок, это художественный стиль речи. Если вообще, мы говорим, что в диалекте куда-то стилистической дифференциации нет. А это очень трудный вопрос, не такой простой. По этой причине, собственно, к этому стал, а если, опять же, в каком-то художественном произведении, если возьмем, допустим, Гоголя, то в среди стилистических особенностей Гоголя есть вот эта сказывая манера повествования, в ходе которой речь Гоголя подстраивается под то, как будто бы это рассказано устно. Надо сказать, что некоторые главы «Мертвых душ», они были надиктованы литературному секретарю. То есть, Гоголь не сидел с пером и писал эти главы, а действительно устно их надиктовывал секретарю, который записывал вслед за бойким слогом Николая Васильевича. И потом это отразилось на особенностях стиля Гоголевских «Мертвых душ». Тем не менее, то есть мы обнаруживаем, получается, переплетение вообще любых стилей речи, любых языковых средств художественной литературы. И язык художественной литературы может вмещать в себе все, что угодно. Но вот если речь будет идти о художественном стиле речи, возьмем, допустим, поэзию, да, Александра Сергеевича Пушкина, например, «Я вас отлюбил, любовь, все, быть может, в моей душе угасывали совсем». Начнем анализировать это стихотворение, то мы выясним, что в этом стихотворении используются именно особые художественные средства воровительности, и вот это можно отнести к художественному стилю речи, да, то есть здесь не будет никаких заимствований из других стилей. Но мы при этом понимаем с вами, что такое, да, встречается не так уж часто в художественной литературе, да. Те по этой причине иногда исследователи говорят, что, в общем-то, художественный стиль речи выделять не очень-то и правильно. Но, тем не менее, мы все-таки должны знать, что в художественном стиле речи, а его отличительной особенностью в художественном стиле речи, являются какие-то тропы средств художественной выразительности, которые, я надеюсь, вы знаете. Попробуем понять, что такое, как отличить еще разговорную речь от просторечной, да. То есть нередко, хотя у нас, кстати говоря, просторечная лексика, конечно, тоже может встречаться в разговорном общении, да, это нередкость, но просторечие у нас является именно ошибкой, в то время как разговорная речь ошибкой не является. Обычно это можно сравнить. И вообще, как отличаются стилистически разные слова? Возьмем синонимы стилистически. Электричка, электропоезд. Вот слово электричка, оно разговорное, при этом его ни в коем случае нельзя назвать просторечным, потому что в нем нет никакой ошибки. А если мы скажем «ихняя электричка», то слово «ихняя» уже будет являться просторечным, потому что это ошибка, да. Такой формы слова, такой формы этого притяжательного местоимения нет. Электричка их. Слово «электропоезд» книжное, потому что мы не можем представить его в бытовой ситуации. Представьте себе, что вас друг зовет на улицу, а вы говорите «я не могу, я собираюсь, я опаздываю на электропоезд». Вряд ли вы так скажете. Вы наверняка скажете «я опаздываю на электричку», потому что это бытовое общение. Вот, казалось бы, ваш текст. А здесь мы же говорим, что в разговорной речи не проявляется никаких формальных требований, а вы не можете использовать слово «электропоезд» в вашем бытовом общении. В то же время, если вы приведете на железнодорожный вокзал и вам диктор объявит через громкоговоритель, что электричка в Новороссу уезжает с третьего пути, вам покажется это странно. Почему электричка? Почему в Новороссу? Если должен быть электропоезд, и уезжает он в Новороссийск. Более того, фраза должна звучать так. Электропоезд номер 3586 Краснодар в Новороссийск отправляется с третьего пути. И вот если вот так скажут, опять же, максимально формализованно, то вы поверите этому сообщению, и вам оно странным не покажется. В случае, если диктор будет использовать разговорные слова, то вам покажется такое общение странным, неверным, и, наверное, это какой-то школьник захватил радиорубку и теперь вещает оттуда, смущая посетителей железнодорожного вокзала, смущая пассажиров. На примере использования слов электричка и электропоезд можно видеть, как, собственно, мы не можем книжные слова использовать в бытовом общении. Электропоезд, в данном случае, специальное слово, оно тоже термином является в каком-то смысле. А слово электричка, в данном случае, разговорное слово, то есть бытовое обозначение. При этом важно понимать, что большая часть слов языка, оно стилистически нейтральное и реализуется в текстах самых разных жанров. Итак, вернемся еще раз. Тексты у нас реализуются в речи, через определенные типы речи, с использованием определенных типов речи, в определенных коммуникативных ситуациях, в соответствующих стилях речи, в определенных, конечно же, жанровых формах. Поэтому мы можем всякий раз говорить о жанрах каких-то стилей речи и видеть, что, допустим, жанры научной речи могут быть научные статьи, монографии, то есть какие-то исследования, посвященные описанию, каких-то исследований, посвященных определенной проблеме, теме. Это могут быть учебники, это могут быть лекции, это могут быть аннотации, тезисы, то есть какие-то аннотации научных статей, конечно же, имею в виду. То есть какие-то действительно жанровые формы, специфические для научной речи, доклады и рефераты. Тоже жанр научной речи. Если вы будете говорить о публицистике, то там уже будут другие жанры. Будут такие жанры, как репортаж, интервью, какой-нибудь, может быть, журналистское расследование. Это тоже будет все публицистический жанр. Там будет какая-нибудь колонка обозревателя, тоже публицистическая речь. Если вы будете говорить о художественной речи, то там тоже есть свои жанры. То есть мы знаем и жанры лирики, и жанры прозы. И вы понимаете, я надеюсь, в каких жанровых формах существуют у нас художественные тексты. Хотя, как я вам уже сказал, что нельзя на самом деле говорить о том, что художественный текст существует только в определенном каком-то стилистическом пространстве. Стилистика в художественных текстах может быть разная. На самом деле, ключевым является понятие идиостиля, то есть индивидуального стиля автора при интерпретации, при анализе именно художественных текстов. Если же мы говорим о официально-деловых текстах, то там жанрами могут быть и заявления, договоры, тексты каких-либо законов. То есть самые разные жанры, где происходит какое-то официальное общение. И оно максимально будет зарегламентировано. В нем будет повторяться большое количество каких-то клише. И, в общем-то, официально-деловые тексты часто выглядят достаточно... Ну, тексты законов. Попробуйте их почитать на досуге, да? Или те же тексты каких-нибудь заявлений, некоторых видов инструкций, каких-нибудь там должностных инструкций какого-нибудь сотрудника, да? Вот. Они написаны максимально, как я бы сказал, почти бесчеловечным языком, для того, чтобы их ни с чем нельзя было перепутать. И давайте мы вернемся и попробуем понять, что... Помните, я вам говорил запомнить о разделении на устную и письменную речь в применении к разговорной речи. Мы говорим, что разговорная речь в основном устная, а вот как раз книжная речь, книжные стили речи могут реализовываться как в устной, так и в письменной форме, в общем-то. Но дело в том, что за последнее время разговорная речь тоже стала реализовываться как в устной, так и в письменной форме. Можете после этого просмотра видеолекции попробовать отнести каким-то стилем речи вашу собственную переписку с кем-либо в смартфоне или на компьютере. То есть, если вы переписываете с кем-то в социальных сетях или в мессенджерах. А какая это речь? По стилистике. Наверняка вы увидите, что эти тексты, а это тексты, и ими тоже можно заниматься с точки зрения анализа их лингвистического, да. И как ни странно, если мы рассматриваем реальные речевые практики людей, если вы интересуетесь реальными языковыми процессами, происходящими прямо сейчас речью в русском языке, то вот эти тексты представляют особую ценность. Хотя, кажется, ну всего лишь люди разговаривают друг с другом. Что интересного в моей собственной переписке? А в них столько же интересного, сколько интересного, допустим, каких-нибудь берестяных грамотах, которые раскапывают в Новгороде, да. То есть, в каких-то вот этих новгородских грамотах, в которых мы обнаруживаем какое-то обычное бытовое общение, да, возможно, наиболее раннее бытовое общение в письменной форме. И это представляет особый интерес, потому что позволяет нам узнать быт и культуру русского народа от 12 века. То есть, очень-очень интересно исследовать такие тексты. Вот и ваш собственный текст, он такой же, бытовой. Но при этом, текст я имею в виду в переписках, при этом обратите внимание, что это устная бытовая речь, устная в кавычках, на самом деле реализованная в письменной форме. И у нее есть графические обозначения. Более того, возможно, вы используете в общении какие-нибудь смайлики, да, используете какие-нибудь эмодзи, прикрепляете к своим сообщениям какие-нибудь картинки, мемы, и все это работает вместе. Так вот, ваши картинки и мемы ученые называют сложным словом к реализованной текст. Говорят, что это тексты, которые соединяют в себе языковые и неязыковые средства. Казалось бы, это же просто мемы. Нет, даже это пытаются исследовать ученые-лингвисты, пытаются понять, каким же образом люди общаются с их помощью. Смайлики, которые на самом деле достаточно сильно похожи по функции на пунктационные знаки. Иногда строго говорят, ну вот Льву Николаевичу Толстому, которого мы уже упоминали, не нужно было ставить скобочки по три раза, и не нужно было ставить какие-то грустные личики, да, для того, чтобы выразить весь спектр эмоций, которые может только испытывать человек. А вам вот прям необходимо это делать. Но действительно мы таким образом пытаемся преодолеть невозможность в письменной речи передать жестикуляцию, да, передать мимику. И вот мы начинаем использовать эти смайлики, которые выполняют роль очень похожей на пунктационные знаки. Потому что они тоже в каком-то смысле начинают делить структуру на предложение и текст, и они начинают выражать какую-то семантику, да, какую-то интонацию. Это любопытное тоже явление, или удивление, любопытное, что оно все-таки речевое, несмотря на то, что кажется внеязыковым. И вот поэтому иногда ученые говорят, что в современном мире мы вот в этих простых бытовых переписках часто сталкиваемся именно с устной письменной речью, которая является безусловно разговорной с точки зрения стилистики, безусловно устной с точки зрения того, как она реализована. Все признаки устной речи, да, вы видите, все те же неполные предложения, все тут же возможно сниженную какую-то лексику, разговорную лексику, какое-то стремление передать жестикуляцию, эмоцию и эмоции, но при этом эмоциональность, оценочность, это все черты разговорной речи, но при этом она реализована в письменной форме, потому что вы все-таки ее видите, и вы ее пишете. Итак, я надеюсь, что вы смогли понять, как взаимодействуют друг с другом такие явления, как текст, речь, стили речи, жанры, в которых речь реализуется, смогли понять, что такое форма речи устная и письменная, узнали, что такое типы речи, повествования, описания, рассуждения, хотя, я думаю, вы об этом знали, но, может быть, в ходе этой видеолекции вы окончательно развили какие-то сомнения по поводу того, как мы разговариваем, как мы соединяем разные типы речи в одно единое повествование. Спасибо вам за внимание и до свидания.